Однажды Данька пошёл гулять, и вдруг он увидел прекрасный цветок. Он коснулся его, и из цветка выпорхнула фея. Привет, Данька! Ты зачем меня разбудил? Я не хотел, я просто случайно задел цветок. Понятно. А что ты здесь делаешь? В лесу? Один. Да я это, так просто гуляю. Данька, это же очень опасно, ты знаешь, сколько здесь всего страшного? Я не подумал об этом, я просто погулять хотел. Эх, ладно, не волнуйся. Пошли со мной, я тебе наш лес покажу. Здорово, пойдём! Данька не знал, что он отправился в лес не с феей, а со злой ведьмой Дакой. Она вела Даньку всё дальше и дальше от дома. Даньке становилось всё страшнее и страшнее, а Така молчала и только шла. Когда они подошли к огромному страшному дому с привидениями, где жила Така, Данька понял, что попал в беду. Заходи, Данька, гостем будешь, я всегда рада гостям. Данька идти не хотела, но ведьма настаивала. И он не успел понять, как оказался уже внутри домика. Какой кошмар, ужас! А у ведьмы был план, она решила покормить Даньку вкусным обедом, а потом съесть его, мол, так он пожирнее будет. Данька понял хитрый план ведьмы Таки и решил бежать. Он поел, как предложила Така, а когда она ушла рубить дрова, Данька направился к выходу. Он подошёл к двери и вдруг увидел маленькую птичку, которая заговорила человеческим голосом. «Спаси меня, Данька! Я принцесса этих мест! Така украла меня и превратила в птицу! Спаси меня!» Данька и птица-принцесса долго бежали без остановки. Наконец они оказались далеко-предалеко от страшной Таки. Птичка взмахнула крыльями и превратилась в настоящую принцессу. А Данька больше никогда не уходил далеко от дома один в лес.